Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Порой у меня бывает плохое самочувствие из-за того, что вспоминаю что-то из прошлого, хотя я ничего сверхъестественного не делал, либо вспоминаю, как я был порой открытым с людьми, как издавать от этих мыслей и как это всё стереть. Ну, здесь вопрос заключается, на мой взгляд, в следующем. А почему и из чего вы решили, что от этих мыслей нужно избавляться? Это первое. Второй момент, что будет, если вы от них избавитесь? Ну, вот, ну вот, прям, прямо буквально, что будет, что произойдёт, если вы избавитесь от этих мыслей, да, то что, ну, что вы получите? Вот. А почему это важно? Потому что это ваш опыт. Если вы сотрёте мысли из своей головы, как вот вы говорите, то вы просто-напросто потеряете этот опыт. Вот. И всё в этом смысле. Поэтому я не думаю, что это что-то такое очень хорошее для вас. Я не думаю, что это что-то такое очень, ну, правильно для вас, да? Я думаю, что вы тем самым очень сильно рискуете себя ещё больше как-то вот объяснить. Я думаю, что вы рискуете ещё больше как-то вот себя потерять, если угодно. Вот. На мой взгляд, это совсем нехорошо. На мой взгляд, это совсем нехорошо. Конечно, решать вам в любом случае. Но, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится. Очевидно, что у вас есть негативный опыт. Совершенно очевидно, что у вас есть серьёзный, мощный, негативный опыт. А можно ли с этим что-то сделать? Да. Конечно. В первую очередь, этот опыт необходимо прожить. Прожить ваши чувства, прожить ваши эмоции. Посмотреть, какой вы в этом. Посмотреть, как вы себя чувствовали в этом. Почему вы чувствовали себя именно так в этом, а не по-другому как-то. И сделать вывод, как бы, скорректировать, да? Скорректировать вот свою поведенческую модель, если угодно. Сейчас, на данный момент, вы просто выступаете таким, знаете, ну, реагирующим субъектом здесь. Просто выступаете таким, реагирующим, реагирующим стороной. При этом, я думаю, что есть ваши мотивы. И это вот очень интересно, что у вас есть какие-то мотивы. Так действует. Вот. Если вы чувствуете, что вам, как бы, стыдно, например, стыдно за то, как вы себя вели, или вы раскаиваетесь. Или вы хотели бы, например, чтобы было как-то по-другому. То я думаю, это связано с тем, что вы были неконкурентны. Что это означает? Это означает, что то, что вы говорили, то, что вы делали, не соответствовало тому, что вам хотелось. То есть, по сути, мы сталкиваемся с тем, что вы себя, как бы, обманывали. Ну, предполагалось, что ваши действия приведут к одним последствиям, да, к одним результатам. А получилось, в итоге, совсем наоборот, что ваши действия привели к совсем другим результатам. Вот. И, естественно, само собой, вам это неприятно. Вряд ли, вряд ли, вряд ли, могло бы быть по-другому. Вот. Поэтому я думаю, что то, что вы себя, получается, не знаете, то, что вы оказались, вот, незнакомы с самим собой, является проблемой. Вероятно, желая быть более открытым с людьми, вероятно, желая этого, вы несколько другую цель преследовали. И, конечно же, это нормально, что вы чего-то не знали, что вы о чем-то не догадывались. Вот. Это не страшно. Важно это увидеть. Важно это подкорректировать. И решить, а как бы вы хотели. Я думаю, что, помимо всего прочего, я думаю, что у вас еще эти ситуации, которые вы описываете, да, я думаю, что вас они как-то задевают еще. Я думаю, что они как-то ухудшают ваше восприятие себя. И очень важно, чтобы вы увидели то, как это происходит. Как ухудшают эти эпизоды, которые вы назвали, как они ухудшают ваше восприятие себя. То есть, например, если вы, допустим, были открытым с кем-то, да, с людьми, вот. То, на мой взгляд, очень важно увидеть, собственно, как вас это задевает. Как вас это обесценивает, если угодно. В том, что вас это обесценивает, сомнений нет. Вопрос только в том, как это происходит. За счет чего. Ну, например, люди не оправдали ваше ожидание, и вы полагаете, например, что с вами из-за этого что-то не так. это как вариант. Понятно, что вариантов может быть больше. Понятно, что, может быть, вы сталкиваетесь в этой ситуации с чем-то еще. С чем-то. о чем здесь вы не говорите. сейчас сейчас ваши мысли вызывают у вас, вот я бы сказал, боль. То есть, сейчас вам больно. и вам хочется избавиться от этого, чтобы не было боли. забыть. Самый простой способ, по вашему мнению, избавиться от боли, это забыть. Вот. Конкретно, чтобы забыть, вам нужно обратиться к гипнологу, который может вытеснить ваши мысли, сделать так, что вы их помнить не будете. но, с точки зрения психологии, это отнимет у вас большой такой кусок опыта ну, большой кусок вашего опыта это отнимет который вы могли бы использовать для того, чтобы стать несколько более осознанным что ли. Вот. А если вы просто забыдете то, естественно, вы не приобретете никакого опыта и скорее всего просто повторите те же самые действия. Да, реагировать вы может быть будете по-другому может быть вам будет не так больно но счастливее вы станете вряд об ну об того, что будете делать. Поэтому 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 конечно решатла вне всякого сомнения решаете вы но мое мнение например как специалиста да оно вот такое решать вам в этой ситуации особый интерес для меня лично представляет то, как вы можете видеть процесс забывания то есть как вы считаете можно ну забыть то есть как вы это видите что вот можно взять и забыть то или иное ну правда ли вы думаете что это вот работает таким образом что человек просто взял захотел и забыл ну на мой взгляд нет на мой взгляд это работает совершенно не так забыть невозможно можно изменить скажем так свое отношение к тому что с вами в вашей жизни происходил и изменить отношения вам как раз таки поможет психолог если вы решите этим заниматься если вы решите заняться вот ну психотерапия да вот если вы решите себе это позволит то есть если вы вот как-то ну скажем легких путей да легкого пути если вы не ищете на этом все я надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь с полным ответом позволит вам начать над собой работу желаю вам всего самого доброго удачи обращаться сюда с помощью до Спасибо.